Дорогие телезрители Нашей передачи не было бы, если бы не один человек Игорь Николаевич Покровский Который вам, зрителям телеканала Медиа Информ Как и многим из одесситов, очень хорошо знаком Игорь Николаевич, огромное вам спасибо Успехов и удачи во всех ваших начинаниях Ну и конечно же, мира и здоровья всем нам В общем, вместе с вами, дорогие телезрители Передача «Честная экономика» успешно пережила эту непростую зиму И мы со сдержанным, но все-таки оптимизмом Смотрим весну 2016 года Весной всегда возрастает активность людей Возобновляется битва за урожай, за умы и желудки каждого из нас Соответственно, не нужно быть большим экспертом Чтобы спрогнозировать рост потребления нефтепродуктов Я достаточно долго готовил тему нашего сегодняшнего разговора В процессе подготовки пытаясь как можно глубже изучить тенденции И докопаться до сути Удалось ли это мне решать вам, дорогие одесситы? Как всегда, у нас работает канал обратной связи Электронная почта, адрес которой вы видите на экране И который будет время от времени дублироваться Также вы сможете посмотреть как эту, так и все наши предыдущие передачи В ютюбе на канале Медиаинформ Тема нашей нынешней встречи звучит так Дешевая нефть – хорошо для нас это или плохо? Сложная тема, но чрезвычайно интересная и актуальная В истории человечества время с начала 20 века называют нефтяным веком А современную экономику – нефтяной Бертран Рассел, английский философ, математик и общественный деятель В своей книге «История западной философии» написал «Во всей вселенной пахнет нефтью» Кстати, именно эта книга, как считают эксперты Позволила Бертрану Расселу стать лауреатом Нобелевской премии Но нефтью пахнет не только вселенная Известный большинству из вас Феликс Дзержинский 100 лет назад сказал дословно следующее За последнее время политика очень часто пахнет нефтью А нефть – политикой Уделив много времени на подготовку передачи Могу позволить себе небольшое уточнение Не очень часто, а практически всегда Что же происходит с ценами на нефть и что будет с ними дальше? Будет ли экономика региона, страны и других стран И в дальнейшем так сильно зависеть от его величества нефти? Попробуем в этом разобраться Нефть – это биржевой товар И цена на него формируется в основном на Нью-Йоркской и Лондонской биржах Традиционно нефть измеряют в британской единице измерения – баррелях Британский нефтяной баррель вмещает в себя почти 159 литров Точнее, 158,988 литра Сама нефть тоже бывает разной Легкой, тяжелой, высокосернистой и низкосернистой В мире есть достаточно много сортов нефти Эталонной и самой дорогой считается легкая нефть сорта «Брент» с низким содержанием серы Эта нефть добывается в Северном море Высоко котируется также нефть марок «Виттиай» и «Азери Лайт» Высокосернистая нефть требует дополнительных затрат по переработке, поэтому цена на нее немножечко ниже Для примера, в «Брент» и «Виттиай» содержание серы не превышает 0,4% А в нефтяной смеси марки «Юралс», которая экспортируется из Российской Федерации, достигает 1,4% Поэтому цена на «Юралс», как правило, на 1-2 доллара за баррель ниже Так вот, в первой половине 2014 года нефть стоила около 110 долларов за баррель А к началу 2015-го резко упала до 50 долларов Сейчас за баррель нефти марок «Брент» и «Виттиай» дают 30-35 долларов Соответственно, цена на бензин в Украине в долларовом эквиваленте тоже снижается Правда, в совсем других пропорциях Если за полторы прошедших года цена на нефть снизилась, можно сказать, обвалилась в 3,5 раза То бензин подешевел менее чем вдвое Это в долларах, а в гривнах он сильно вырос Например, 95-й, известный всем автомобилистам С 10 гривен 60 копеек до 19 гривен за литр Причины мы уже рассматривали в нашей декабрьской передаче Главные из них – это девальвация гривны и рост удельного веса налогов в каждом литре топлива Влияние девальвации хорошо видно на следующей инфографике Особенно четко прослеживалась корреляция цен на бензин и дистопливо в период относительно стабильных цен на нефть в первой половине 2015-го И только с середины октября 2015-го, когда цены на нефть резко пошли вниз, а официальный курс НБУ вверх, бензин начал плавно дешеветь Теперь о влиянии налогов Сегодня цена на бензин в Украине почти наполовину состоит из налогов В каждом литре февральского, да и мартовского тоже 95-го бензина более 9 гривен налогов Хотя еще в декабре 2015-го, когда вышла в эфир наша предыдущая передача о бензине, налога в нем было 40% или 7 гривен 75 копеек Вы меня, конечно же, спросите, что же произошло? Опять мы возвращаемся к памятным дням 24-25 декабря 2015-го, когда был принят закон Украины о госбюджете на текущий год Изменение в налоговый кодекс к нему Причем, чтобы понять, что же там изменилось, нужно глубоко вникнуть в детали Так, на первый взгляд, акциз на топливо вроде должен стать меньше Если в прошлом году он составлял 202 евро за тонну, то в этом 171,5 евро Но в прошлом считали за тонну, а в этом за 1000 литров А бензин значительно легче воды, и в 1000 литров бензина это всего лишь 750 килограммов Поэтому в пересчете на одну тонну акциз подняли до 228 евро или почти на 13% Кроме этого, акциз пересчитывается и уплачивается в гривнах по курсу НБУ на день растаможки Мы с вами помним, что в декабре до января безналичный курс доллара был на 1,5-2 гривны ниже наличного А в феврале безнал подтянули, и сегодня на межбанке доллар покупают дороже, чем в обменных пунктах А курс НБУ формируется по результатам торгов на межбанке В результате всех этих манипуляций, по-другому такие действия правительства назвать трудно Вес акциза в каждом литре бензина вырос с 3 гривен 75 копеек до почти 5 гривен Но и это еще не все Есть еще и так называемый акциз на розницу, который идет в местный бюджет Об этом мы уже тоже с вами говорили Когда этот акциз вводили в начале 2015-го, то его ставка на подакцизные товары, такие как алкоголь, табак и топливо, была одинаковой и равнялась 5% То есть дорожает топливо, больше сумма акциза на розницу Дешевеет топливо, сумма акциза уменьшается Но в 2016-м не так Теперь на алкоголь и табак по-прежнему накидывается 5%, а на топливо ввели фиксированную ставку 0,042 евро за каждый литр В итоге мы имеем гривну 20 вместо 92 копеек Более наглядно, из чего состоит розничная цена одного литра бензина, вы сможете узнать, посмотрев следующую инфографику Со звенящей ясностью видно, что стоимость непосредственно импортируемого топлива, а в Украине топливо на 80% импортное, составляет лишь немного более третий от общей розничной цены А расходы по транспортировке на АЗС, обеспечение работы самой АЗС и прибыль не более 15% И постоянные реляции в СМИ поймали очередных контрабандистов топлива Во многом результат высокой налоговой нагрузки на топливо Как всегда, боремся со следствием, забывая о причинах Теперь о прогнозах на будущее По всей вероятности, мир вступил в период, причем достаточно длительный, низких цен на нефть В такие периоды теория Дарвина о том, что во внутривидовой борьбе выживают лишь сильнейшие Применимо с высокой степенью вероятности Правительство многих стран, читавших, что благодать в виде высоких цен на нефть продлится вечно Утратили чувство реальности Хотя по привычке держали лицо до последнего Так, например, министр экономического развития России Алексей Улюкаев В ноябре 2014-го оптомистически вещал Что бюджет РФ на 2015-2017 годы сверстан, исходя из прогнозной цены на нефть марки ЮРОС в 100 долларов за баррель Но не только в 2014-м, когда мировые цены на нефть начали активно падать Но даже во второй полугодии 2015-го в России еще считали, что вскоре цена пойдет вверх и все будет окей В августе 2015-го тот же Улюкаев прогнозировал повышение в 2016-м году средней годовой цены на нефть марки ЮРОС до 55 долларов за баррель Главный нефтяник России, глава Роснефти Игорь Сечин Еще в сентябре прошлого года говорил, что мировые цены на нефть значительно вырастут и вернутся к уровню 70 долларов за баррель Однако, хотеть и мочь, как говорят у нас в Одессе, две большие разницы Среднегодовая цена эталонной в Европе нефти марки Брент в 2015-м году оказалась на уровне 53,5 долларов за баррель На сегодня и такая цифра – мечта, уходящая за горизонт Новейшая история знала периоды еще более резких взлетов и падений цен Так, исторический максимум цены на нефть марки Брент зафиксированы 4 июля 2008 года Почти 144 доллара за баррель Но практически сразу вслед за этим грянул мировой экономический и финансовый кризис И 26 декабря того же 2008-го нефть уже стоила меньше 34 долларов А азиатский финансовый кризис 1998 года привел к катастрофическому падению цены на нефть В июне до уровня 11 долларов за баррель Затем, после непродолжительного периода стабилизации, в ноябре стоимость Брент опустилась ниже 10 долларов Это стало ключевым фактором объявления дефолта в России 17 августа 1998 года Кстати, структура доходов бюджета Российской Федерации от экспорта энергоресурсов В последние из годов, когда цена на нефть была выше 100 долларов, хорошо видна на следующей таблице Из данных таблицы следует, что в 2013-м Россия получила от экспорта энергоресурсов почти 363 миллиарда долларов Это составило почти 70% от общего объема экспорта При этом от экспорта нефти и нефтепродуктов РФ получила 283 миллиарда, 67 от экспорта газа, 12 от экспорта угля и миллиард от экспорта электроэнергии Вывод следует простой Экономика России сегодня, как и 20 лет назад, критично зависит от уровня мировых цен на нефть Только в самом конце 2015-го российские официальные лица стали более сдержанными в прогнозах «Мы должны привыкать жить в новой реальности низких цен на нефть», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев Осознание того, что низкие цены – это надолго, приводит к необходимости поиска вариантов долгосрочной стратегии выживания РФ в условиях сокращения базовых для бюджета поступлений от экспорта энергоресурсов Нефти, природного газа, угля Министерство финансов России считает, что экономическая ситуация в стране вряд ли станет лучше и отскока после длительного падения ждать не стоит Об этом совсем недавно, 24 февраля, сказал глава Минфина Антон Силуанов во время заседания коллегии Федерального казначейства Он подчеркнул, что кризис, который сейчас переживает страна, отличается от всех предыдущих Поэтому стоит готовиться к худшему и изменять бюджет в соответствии с новыми реалиями В частности, он советует проводить социальные выплаты лишь в крайнем случае и то адресно Министр финансов уже отправил письмо премьеру Дмитрию Медведеву, в котором отметил, что денег на финансирование утвержденного два месяца назад антикризисного плана фактически нет Ведь сейчас у правительства есть только 65 миллиардов рублей в антикризисном фонде, в то время как план требует 250 С этим соглашается и бывший министр финансов России Алексей Кудрин, поскольку, по его мнению, цены на нефть могут упасть даже до 16 долларов уже в этом году В течение следующего года или даже 18 месяцев Россию ждут серьезные экономические трудности, говорит Кудрин С которым, кстати, в Кремле ведут переговоры о возвращении его в правительство Однако Кремль не сокращает свои расходы, а наоборот продолжает тратить деньги Такие расходы могут истощить Российский фонд национального благосостояния и госрезервы, которые вместе составляют очень приличную сумму в 120 миллиардов долларов в течение года или двух Такой прогноз дает советник российского правительства Сергей Гуриев В Москве придется поднять налоги для бизнеса, а это подорвет инвестиционную привлекательность и оживит отток капитала и сокращение валового внутреннего продукта, считает он Вот такая вот, как говорил первый президент России Борис Ельцин, получилась загогулина Так почему же нас ждут дешевая нефть? В сентябре 2015 на 25 Международном экономическом форуме в Польше Центр глобалистики «Стратегия-21», который возглавляет один из самых известных, компетентных отечественных экспертов Михаил Гончар, глубоко уважаемый мною Представил прогноз о вхождении мирового нефтяного рынка в период низких цен на нефть Цикличность движения цен на нефть хорошо прослеживается на графике, представленном центром «Стратегия-21», который вы видите на своих телеэкранах А дальше я просто цитирую Михаила Гончара и Андрея Чубика из недавней статьи в авторитетном издании «Зеркало недели» Если проанализировать период, начиная с 1973 года, когда арабы впервые ввели нефтяной эмбарго против Запада То бросается в глаза наличие нескольких чередующихся периодов динамики нефтяных цен Это четко видно на нашей инфографике Период 1973-1986 годов с высокими ценами сменяется периодом 1986-2000, когда цены упали и были преимущественно низкими Затем период 2000-2014 годов с растущими и высокими ценами на нефть Длительность этих периодов 12-14 лет Можно констатировать, что последний период высоких цен несколько затянулся Но вот и он завершается падением цен Наступает новый, достаточно длинный период волатильных, но преимущественно низких цен на нефть Начавшийся в середине 2014-го Он, вероятно, продлится до 2027-го Как всегда в наших передачах мы задали несколько вопросов нашим зрителям-одесситам Мы спросили, будет ли и дальше нефть дешеветь Хорошо это или плохо для Украины и для России И отразилось ли подешевение нефти на кошельках одесситов Смотрим сюжет с их честными ответами Менее чем 2-го года нефть подешевела в 3 раза Как вы считаете, будет ли она дальше дешеветь? Не, ну как, мы ее не добываем, мы только ее покупаем у них И тем не менее, как бы она там не подешевела И насколько везде повсемерно немножко цены падают на бензин А у нас что-то мы этого не ощущаем И будет ли она дешевле еще или нет И будет ли нам от этого лучше Вот это я могу только подметить Это не от нас водители Это кто занимается, какая корпорация И кто занимается этим делом Это надо у них задать Почему же мы так это стоим на одном месте Но тем не менее, если где-то опять сейчас Будет подниматься кверху цена на бензин Мы отталкиваться будем уже от сегодняшней цены А не от вчерашнего барреля Сколько он стоил, 30 или сколько там этих За тонну или как бы измеряется Но мы будем отталкиваться от сегодняшней цены Уже от 20-22 рублей Ну все в три раза дороже стало Денег в три раза меньше стало Ну как почему, а где же деньги олигархам там брать Ну кто нефть держит Им же надо как-то восполнять Поэтому и цена такая Дешевая нефть, хорошо ли это для Украины, России и всего мира в принципе? Для России плохо, потому что Россия же перепродавала нефть Нефть Она где-то закупала в Аравии, по-моему, где оттуда тянули И по более высоким ценам она все продавала Ей выгодно это А теперь уже Россия упала То же самое Она сейчас бедной страной стала Сейчас, в данное время Для России плохо, потому что она экспортер нефти А для Украины Наверное, не знаю Если бы бензин был дешевле, тогда, может быть, и хорошо было бы А так, наверное, для Украины, наверное, нет А вы знаете, что нефть за два года подешевела в три раза Это как-то отразилось на вашем кошельке? Ой, миленькая моя, вот сидим мы с ним и думаем 1200 пенсий у меня, 1400 Значит, 1200 надо заплатить на ЖКХ У меня остается на месяц 200 гривен На месяц Это я сейчас подсчитывала У меня получается 6 гривен в день Ой, я не могу Ладно, все Не надо Просто, вы знаете Мы скоро вымрем голодной смертью И все Вот С пенсии налог Вот мы до последнего времени работали Налог С зарплаты налог Военный налог Туда налог, туда налог Боже мой, мы же отдали всю жизнь Мы отдали всю жизнь Душу этой стране, которая называется Украина Но вернемся к прогнозам и послушаем бизнес Совладелец российской нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун Считает, что мир не может существовать при нефти по 30 долларов С точки зрения технологии, мир при 30 долларах за баррель существовать не может Этой нефти будет недостаточно По его словам, большая часть нефти, которая сейчас добывается в мире Имеет себестоимость выше 30 долларов Господин Федчун, конечно, лукавит И сильно Но его можно понять Своя рубашка ближе к телу Себестоимость добычи Одна из самых больших И охраняемых нефтедобытчиками Тайн Она очень сильно разнится Но дешевой нефти в мире тоже достаточно Подтверждение нежелания таких ключевых нефтяных игроков, как Саудовская Аравия, Иран и другие арабские страны снижать добычу К чему их активно пытается склонить та же Россия Чтобы вы, дорогие зрители, понимали Средняя себестоимость добычи нефти в арабских странах не превышает 10 долларов за баррель А продавали, как мы помним По 110 Вот это бизнес Такое даже Карлу Марксу, когда он писал свой капитал, не снилось А что же наши отечественные нефтяники? Напомню, что Украине в последние годы добывается чуть больше 2 миллионов тонн ежегодно Кстати, на пике нефтедобычи в Украине Который пришелся на середину 70-х годов прошлого века У нас добывали до 15 миллионов Это так, к сведению Марк Роллинс, англичанин, назначенный полгода назад на должность председателя правления крупнейшей отечественной компании Укрнафта Считает точкой безубыточности 25 долларов за баррель И надеется, что среднегодовые цены в 2016 не упадут ниже 30 В то же время председатель правления Укргазвыдобувания Олег Прохоренко высказывает опасение Что цена может упасть ниже 20 долларов Что означает большие убытки для компаний Оба также считают, что ключевой фактор, почему нефть и дальше будет снижаться Выход на мировой рынок нефти Ирана С которого в январе этого года сняли многолетнее торговое эмбарго Так хорошо или плохо для экономики Украины и для каждого из нас, когда нефть дешевеет Об этом и не только об этом мы поговорим с доктором экономических наук Профессором, проректором Одесского национального экономического университета Анатолием Ивановичем Ковалевым Который любезно согласился ответить на мои вопросы Анатолий Иванович, здравствуйте, спасибо огромное, что пришли к нам Тема нашей сегодняшней передачи Дешевая нефть, хорошо для нас это или плохо? И хотелось бы с вами пообщаться по этому вопросу Вопрос о том, как влияет изменение конъюнктуры нефти на экономику Украины Это вопрос интересный, но мне кажется, это вопрос подчиненный к отношению главного вопроса Какая тенденция будет складываться с ценами на нефтепродукты в мире? Какой тренд сложился за последние полгода? Но вы справедливо... Ну не за пол, а даже за полтора Вот смотрите, в первой половине 2014-го нефть стоила 110 долларов за баррель Сейчас она стоит 32-34 Как вы считаете, почему так произошло и что повлияло на обвал нефтяных котировок? Эксперты подчеркивают влияние первых таких важных значимых факторов Как это, к сожалению, снижение темпов роста экономики Китая Это одна из основных причин Вторая причина – это открытие резервов использования нефти Соединенными Штатами С Нового года появление или возврат очень серьезного игрока, каким является Иран на рынок И, кроме того, есть еще другой набор факторов дополнительных, которые снижали цены на нефть на рынке мировом Ну, ваши прогнозы, как человека из науки, который и с практикой очень тесно, я знаю, связан Что в дальнейшем будет с рынком нефти? Как в дальнейшем будут себя вести цены на нефть, ну, скажем так, в ближайшие два года? Ну, вот как раз склоняюсь к тому выводу, который уже сделали самые известные маститые рейтинговые агентства Которые занимаются прогнозом на 2-3 года Они как раз позволяют сделать вывод о том, что 2 года будет динамика изменения цен на нефть стабильно невысокой То есть эти интервалы, которых вы уже сказали, 34-35 долларов 35 долларов совершенно верно за баррель нефти Это, скорее всего, будет устойчивая динамика в этом интервале Как вы считаете, это продлится 2 года? Или вот я, например, читал очень известного отечественного эксперта Михаила Гончара Который считает, что это будет период невысоких цен на нефть будет продолжаться более 10 лет Я знаком с этой оценкой И я думаю, что эта оценка весьма справедлива Но вы знаете прекрасно, Олег Михайлович Что самая неблагодарная вещь это прогнозировать развитие на 10-летний период Я думаю, что, скорее всего, те факторы, которые влияют разнонаправленно на состояние национальной и мировой экономики Говорят о том, что действительно вот эти 2-3 года именно такой будет средняя цена на нефть Еще несколько вопросов хотелось бы вам задать, которые мы сегодня задавали и в нашем сюжете задавали простым одесситам Ну, например, как вы считаете, дешевая нефть это хорошо для Украины или плохо? Для экономики Украины, для каждого из нас? Вопрос, казалось бы, имеет простой и однозначный ответ, что да, замечательно, когда цены на сырье нефтяное снижаются Но на самом деле это не всегда так однозначно хорошо Например, мы не увидели за последние полтора года такого же адекватного снижения цены на нефтепродукты, прежде всего на топливо Ответ, кстати, очень простой, мы сегодня его уже рассматривали Дело все в том, что сегодня, например, при цене бензина в розницу в среднем, скажем так, в районе 19 гривен Даже 18-19 гривен 48% в цене бензина это налоги А раньше было меньше Еще в декабре 2015-го было 40%, уже 48% Как вы считаете, может быть, все-таки нашему правительству стоит снизить налоговое давление на подакцизные товары, такие как тот же бензин? Я думаю, что в этом есть определенная логика Иначе мы можем загонять, опять же Мы же тогда получим более конкурентную экономику Мы действительно, занимая более гибкую позицию в ценообразовании Давая возможность расковать наши резервы Работая на понижение нефти и нефтепродуктов Мы становимся привлекательнее Экономика становится доступнее Это альпа и омега Экономики, это всем известно К сожалению, наш Минфин, который готовит, как обычно, под елочку бюджеты и изменения в налоговый кодекс Наверное, видите, как этого не понимает Хотя там Гарвард, Оксфорд и так далее Я бы хотел обратить еще на одно обстоятельство внимание Почему не всегда дешевизна нефти так хороша для экономики Украины? Хотя бы потому, что дешевее нефть становится таким дополнительным конкурентом в развитии энергосберегающих направлений Это первое И второе, у нас наши национальные продукты, которые идут на экспорт Масличные культуры, рапс, подсолнечник Вот эти в виде уже полуфабрикатов и готовой продукции На рынке становятся более конкурентными И уровень цен на эти продукты несколько понижается, когда понижается цена на нефть Это связанные продукты Прошу прощения, вместе с ценой на нефть вроде бы должна снизиться и цена на газ, правильно? Да, есть такая формула Хотя я, как тоже экономист, выпускник вашего национального, нашего национального университета Я прекрасно помню, что когда был дешевый газ, металлурги не очень вкладывали деньги в обновление производства Им это просто не надо было, они так снимали свою моржу Они жили вольготно А для России, как вы считаете, низкие цены на нефть, насколько они повлияют на экономику России? Влияют ли уже и насколько еще повлияют? Ну, дело в том, что есть пределы, нижние пределы рентабельности добычи, переработки нефти и нефтепродуктов По данным, которые мы имеем из мировой прессы Российская экономика может допускать себе добычу неубыточную Исходя из такой средней цены примерно 20-25 Сегодня я прочитал о том, что Саудовская Аравия может допускать свою прибыльную деятельность в нефтедобыче при уровне 15 долларов за баррель Я скажу, для них и 10 даже Может быть и так Это они так официально сказали о таком нижнем пределе Вот хочу задать еще один вам вопрос Вот есть высказывание Германа Грефа, экс-министра экономики Российской Федерации Нефтяная эра осталась в прошлом, Россия проиграла конкуренцию на мировом рынке И оказалась в числе неудачников-дауншифтеров Это слова, ну, даже предсказания, наверное Сказаны им совсем недавно, в январе этого года Как вы считаете, так ли это? Да, это было сказано на форуме Гайдара в январе в Москве И с этими словами трудно не согласиться Потому что один из ключевых коньков экономики России Нефтедобыча, нефтедоллары Которые всегда были гарантом безбедного существования этого государства Относительно безбедного существования Они сейчас, эти источники иссякают И альтернативы пока экономика России не нащупала Ставка на инновации, ставка на альтернативные Ну не сработала эта ставка Пока еще не сработала Мы слышали там осколково О таких других, вроде бы, перспективных вещах Но на самом деле, как бы, деньги пока не поменялись Есть лишь разные страны, я так понимаю Ну, еще один вопрос Вы, наверное, наверняка знаете Что последние пару недель Россия пытается активно договориться с другими нефтяными игроками О том, чтобы снизить добычу или хотя бы заморозить ее Большинство других ключевых нефтяных игроков на это не идут Как вы считаете, почему? Ну, потому что есть стратегии Есть стратегии и стратегии Саудовская Аравия, например Она вначале декларировала согласие идти на такие переговоры По поводу заморозки объемов добычи нефти Вначале Но как только эта новость прогремела по миру И нефть немножко начала подниматься Саудиты объявили о том, что это была просто шутка Это шутка, так сказать Они могут себе позволить шутить Потому что из той новости, которую, ну, может быть, знают наши телезрители А может быть, большинство и не знает Значит, Саудовская Аравия, это абсолютная монархия Приняла решение У них есть нефтяная государственная компания Называется Арамка Они ее никогда не оценивали Но по самым скромным подсчетам Она стоит минимум 1 триллион долларов И вот сейчас они предлагают какую-то часть акций Акционировать эту компанию Выставить ее на продажу Поэтому Саудовская Аравия В отличие, наверное, от России И от многих других таких стран, как Венесуэла Может себе позволить снижать Тем более, что там и себестоимость совсем другая Она борется, благодаря сложившейся для нее удачной конъюнктуре Борется за повышение удельного веса на рынке Ее доля становится большей и значимей В перспективе мы понимаем, что рано или поздно цены снова поднимутся И тогда получится сверхприбыль Но это не раньше, чем 2-3 года Понятно Буквально последний вопрос Который наверняка интересует наших телезрителей Ну, на кону уже, считайте, вторая половина февраля текущего года Уже почти конец февраля Ваши краткие оценки Как будет развиваться экономика нашего региона в этом году? Как ни странно Экономика нашего региона Она отличается большей предсказуемостью, чем экономика в целом страны Ну, я не хочу говорить, что Тут есть очень большие объективные причины Но субъективно экономика нашего региона была лучше подготовлена, чем некоторые Потому что она одной из первых разработала стратегию развития своего экономического и социального И это была разработка достаточно серьезная Приоритеты, которые были заложены в эту стратегию Они начинают срабатывать Например, такая вещь, как развитие транспортной составляющей Развитие агрокомплекса Использование всех преимуществ, которые заложены объективно в нашем регионе Они позволили смягчить все потрясения, которые испытывает Украина Вот введя сложное военное в такое время Тем не менее, экономика Одесского региона испытывает меньше потрясений, чем другие И становится одним из первых полигонов для отработки инноваций Мы знаем, что инновационные технологии и занятость в этом серьезном бизнесе у нас достаточно серьезная У нас транспортная составляющая растет, несмотря на все эти сложности В какой-то степени перехвачен грузопоток, который обслуживался Крымом Есть надежда на Дунай Это объективная, на самом деле Это объективная Но за счет вот этих объективных вещей Наша экономика региона Число занятых Как вы считаете? Как мы закончим этот год, если брать Буквально Вы даете ВВП Будет вырастет или снизится Или останется на уровне 2015 года? Мне кажется, что вырастет И это будет в пределах 3-4% Ну, как говорится, дай бог нашему теляти вовка зисты Спасибо огромное, Анатолий Иванович, что были у нас Здоровья, успехов и удачи вам И всем вам, дорогие телезрители Спасибо В заключении передачи еще несколько высказываний Нефтяная эра осталась в прошлом Россия проиграла конкуренцию на мировом рынке И оказалась в числе неудачников Дауншифтеров То есть тех, кто намеренно не стремится к материальным благам И какому-то развитию Эти слова бывшего главы Минэкономразвития РФ Германа Грефа Сказанные 13 января этого года На так называемом Гайдаровском форуме Тоже наводят на определенные размышления Путин заявил, что падение цен на нефть оздоравливает примерно как похудение А вы не пробовали похудеть со 115 килограммов до 32 Написал в интернете неизвестный российский автор Может ли стать высокоразвитой и успешной страна, не имеющей нефти? Может И за примерами нам, одесситам, далеко ходить не надо Моисей водил нас по пустыне 40 лет Чтобы привести к единственному месту на Ближнем Востоке, где нет никакой нефти Сказала как-то Голдемейр, премьер-министр Израиля в 1969-1974 годах Отсутствие нефти не помешало Израилю построить собственные нефтезаводы в Хайфе и Ашдоде Общей мощностью 14 миллионов тонн Для сравнения это как 6 наших одесских бывших лукойлов Которые сейчас называются просто одесский НПЗ Сегодня почти 50% товарного экспорта Израиля в Украину это топливо Вы об этом знали? Теперь знаете Наверняка, уважаемые телезрители, вы задаетесь вопросом И что же делать с ценами на нефть? К сожалению, простых рецептов здесь нет Кроме одного Если не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней Кроме того, вполне возможно, что мы с вами скоро снова увидим увлекательный сериал под названием «Выборы» И мой вам совет, цитирую классика одесского юмора Михаила Жванецкого Тщательнее надо, ребята, при выборе Спасибо, что смотрели «Честную экономику» вместе со мною Олегом Муратовым Буду рад встретиться с вами снова Напоминаю, что вы всегда можете задать мне вопросы Высказать свои пожелания, направив их на нашу электронную почту Адрес которой вы сейчас видите на экране А также в любое удобное для вас время Встретиться со мной на канале Медиаинформ в Ютюбе До свидания Самое главное, берегите себя И, конечно, будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok